Так уж вышло, что свой седьмой день рождения, восьмой канал праздную дистанционно. В связи с эпидемией коронавируса коллектив телеканала работает дома, по удаленке. Но, несмотря на преграды, продолжает радовать своих зрителей. Ну что сказать, у меня, как и у большинства моих коллег, рабочая жизнь сейчас проходит в основном в обнимку с ноутбуком. И кухня телевизионная, кому она была интересна, сейчас выглядит ровно, как самая обычная кухня. Ну, по крайней мере, в моем случае. Но, я думаю, не я, не все мои сотоварищи, участники команды восьмого канала, мы все не теряем оптимизма. Потому что знаем, что все это временные трудности, а значит, впереди еще много творчества, много больших и важных дел, много интересных программ. Ну, а сейчас мы создаем их вот таким дистанционным способом. Думаю, даже то, что будет создаваться в этих оригинальных условиях, будет интересно и качественно, так как привык это делать восьмой. Каждое утро редактор и ведущая программы «Итоги недели» Юлия Рогоцкая готовит новостной дайджест в своей домашней студии. Все подготовила сама. Здесь и микрофон, звуковая карта и шумоизоляция. Утро понедельника город встретил пустыми дорогами. Пробки не были зафиксированы даже на самых оживленных трассах. К слову, даже этот сюжет создается в домашней обстановке. Каждое утро редактор и ведущая программы «Итоги недели» Юлия Рогоцкая готовит новостной дайджест в своей домашней студии. А вот так работают наши монтажеры. Также, находясь дома, по удаленке собирают все сюжеты, ролики и программы. Ведь для нас главное – вовремя выдать актуальные новости и проекты. Всем привет! Я поздравляю вас с днем рождения 8-го канала. И, как видите, работаю на дому, как и все мои коллеги, потому что мы соблюдаем самоизоляцию, чего и вам тоже желаем. С днем рождения нас! Ну а вы смотрите 8-й канал. В такой праздничный день, как день рождения, приятно получать приветы и поздравления от бывших сотрудников телеканала. Для кого-то работа на восьмерке стала стартом в мире телевидения, поэтому многие из ребят продолжили покорять тележурналистику. Сегодня бывшие ведущие и редакторы 8-го канала работают как в России, так и за ее пределами. Привет, 8-й канал! Я поздравляю тебя с днем рождения! Если честно, я даже уже не помню, сколько тебе лет, но явно не столько, сколько мне. Что для меня восьмерка? Два года проведенных на 8-м канале – это было чудесно. Это была прям настоящая жизнь. И главное, что это был живой организм под названием «Большая дружная команда». Мы много чего пережили, мы много чего сделали. И будет у вас все еще гораздо круче. С Новый год, с новыми силами, с новыми задачами, победами, и любыми. Дорогой 8-й канал, я поздравляю тебя с днем рождения! Ты самый яркий, самый душевный, самый творческий. И я хочу сказать, что работать во Владивостоке, с жителями Владивостока, для Владивостока – это большое-большое счастье. Огромное тебе спасибо за то, что оно у меня было. С днем рождения! Что для меня 8-й канал? 8-й канал – это место, где я сделала первые шаги в своей любимой профессии. Место, где я встретила единомышленников, которые стали для меня лучшими друзьями, настоящей семьей. Еще это место, где исполнились мои мечты. Ведь именно здесь я смогла не только увидеть своих кумиров, но и пообщаться с ними, и даже немного подружиться. А еще это то место, где я встретила свою настоящую любовь. Ведь именно благодаря 8-му каналу я познакомилась с моим мужем. Он увидел меня по телевизору, написал мне, и мы познакомились. В общем, для меня 8-й канал – это целая жизнь. 8-й канал – с днем рождения! Я желаю тебе еще долгих-долгих лет удачи, радости, счастья, здоровья, всего самого-самого. А телезрителям 8-го канала я желаю только хороших новостей. Я люблю тебя, 8-й канал! Привет, любимый 8-й канал! Я хочу поздравить вас с днем рождения из далекой Австралии и пожелать вам процветания и развития. Всегда оставайтесь такими же смелыми, сильными, профессиональными, непохожими на других. Большое спасибо, что я была частью вашей команды. 8-й канал 7 лет назад, 1 апреля, начал свой первый рабочий день. Сегодня наш телеканал – это 24 часа вещания, новости, ток-шоу и проекты на разные темы. В этом телесезоне мы порадуем вас новым и интересным контентом. Новости медицины 21-го века, интервью со звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса, проверенные и полезные лайфхаки и советы на все случаи жизни, самые вкусные и оригинальные рецепты блюд ресторанного уровня, смелые эксперименты и незабываемые путешествия. Все это будет радовать вас, наш дорогой зритель, несмотря ни на что. Ну а пока весь коллектив 8-го канала призывает всех соблюдать карантин и оставаться дома, ведь это может спасти жизни. Дмитрий Беломестнов, новости на 8-м.